Недавно появилась информация о том, что прокуратура Первомайского района собирается провести проверку посещаемости онлайн-уроков. Эта новость родителей напугала. Многие работают и не знают, подключился ли их ребенок к классному чату или нет. В районной прокуратуре поспешили успокоить общественность. Муниципальные и госорганы должны выявлять прогульщиков, а на прокуратуру возложен надзор за исполнением этого закона. Поэтому и отправили соответствующие письма в Управление образования. Ответ от соответствующих органов к нам только недавно поступил. Мы пока рассматриваем их ответы. Какие будут меры? По результатам изучения, предоставления материалов, если будут какие-то нарушения, рассмотрим вопрос дисциплинарной ответственности ответственных лиц муниципальных и государственных органов, но не учеников и их родителей. Какие могут быть нарушения со стороны муниципальных органов? Можете привести пример? Я конкретно не могу привести, но они могут упустить какие-то требования закона об образовании. Как проверяет посещаемость онлайн уроков, отвечает так. Каждый учитель знает, кто и как учится. Данные могут предоставить в школах. В этом кабинете сейчас идет урок русского языка у шестого класса. Всего в этом классе 35 учеников. Двое человек не могут подключиться сейчас к уроку, потому что дома нет света. Один человек болеет. Преподаватель Бишкекской 17-й школы Юлия Герасименко повторяет со своими учениками пройденный материал. Говорит, что даже при таких условиях стараются учиться те, кто стремился к знаниям и до пандемии. Но домашние задания делают все, несмотря на то, был ребенок или не было ребенка на уроке. Потому что домашние задания скидываются в группы и они видят, что нужно сделать. В 17-й школе чуть ли не в каждом кабинете идут онлайн занятия. Интернетом классы обеспечили сами родители. Учителя отмечают в своем журнале, кто вышел в чат, а кто нет. Работа проводится индивидуально. Работает и как классы руководители, работает сейчас и напрямую учитель-предметник, работает и администрация, связывается с родителем непосредственно. Но проблемы какие? Если уже у ученика есть доступ к интернету, то сбой происходит. Вот. То есть здесь именно по посещаемости мы не можем сказать. То есть оно варьируется. В городском управлении образования говорят, что с апреля, когда все школы перешли на онлайн режим, педагоги, ученики и родители начали приспосабливаться к новым реалиям. Учиться в прежнем формате эпидемиологи сейчас не рекомендуют. Поэтому выбора другого и нет. Ранее среди учеников школ проверили, у кого имеется условие для такого обучения. Выяснилось не у всех. Поэтому пришлось решать этот вопрос. В школах были телевизоры, их предоставили тем семьям, где их не было. Некоторые дети, например, у кого телевизор, ну у кого телевизор, конечно, обеспечены, но у кого нет смартфонов, они кто не понимает, там 3-5 детей, они иногда приходят в школу, да, естественно, учитывая все санитарно-гигиеническую норму, они в кабинетах 3-5 детей занимаются, есть такие школы. Потому что по просьбе родителей, да, потому что один телефон, если в семье трое детей, четверо детей, один телефон или два телефона на них не хватает, поэтому по просьбе их некоторые дети приходят, обучаются в стенах школы. В управлении образование подтверждает, не все ученики посещают онлайн-уроки. Есть трудности, но они решаемы. Анастасия Соболева, Тургань Езов, НТС.